Число зараженных коронавирусом нового типа продолжает расти. Количество заболевших инфекцией в мире приближается к 90 миллионам. Ряд стран начинает вакцинацию населения. Первый в мире применение вакцины, разработанной компанией AstraZeneca и Oxoform, начала Великобритания. В связи с резким ухудшением эпидемической ситуации, правительство этой страны вводит жесткий карантин на всей территории Англии и закрывает школы. Об этом объявил премьер-министр Борис Джонсон. Глава правительства Соединенного Королевства считает, что в борьбе с коронавирусом наступает переломный момент. С учетом того, что на большей части страны уже введены чрезвычайные санитарные меры, ясно, что нам нужно всем вместе сделать еще больше, чтобы взять новый штамм коронавируса под контроль, пока мы разворачиваем кампанию по вакцинации. Поэтому в Англии мы должны вести национальный локдаун. Достаточно жесткая мера, чтобы сдержать этот штамм. Это означает, что правительство снова настоятельно рекомендует вам оставаться дома. Тем временем в Китае заявили, что страна открыта для международного сотрудничества в области вакцин от COVID-19 и готова содействовать их к справедливому глобальному распределению. По словам представителя внешнеполитического ведомства, китайское правительство всегда уделяет приоритетное внимание безопасности и эффективности вакцин против коронавируса. Китай активно поддерживает свои предприятия в осуществлении сотрудничества по исследованиям, разработке и производству вакцин с зарубежными партнерами. В настоящее время несколько китайских вакцин уже вошли в третью фазу клинических испытаний за рубежом и показывают хорошие результаты. Китай также активно участвует в инициативах международного сотрудничества, таких как COVAX. Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и другие страны одобрили регистрацию инактивированной вакцины китайской корпорации Sinopharm. Главы правительств федеральных земель Германии пришли к согласию о том, что жесткий локдаун в стране стоит продлить до конца января. Однако единства в вопросе закрытия школ и детских садов пока достигнуты не были. Дальнейшие действия для борьбы с пандемией обсудят сегодня с участием канцлера. Первые случаи заражения новой мутацией коронавируса зафиксированы в Бразилии и Грузии. Мексика выдала экстренный допуск для вакцин от коронавируса британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Вскоре начнется производство этого препарата в Мексике. Вакцину AstraZeneca уже сертифицировали в Великобритании, Индии и Аргентине. Турецкие ученые разработали прибор Diagnovir, позволяющий диагностировать коронавирус мгновенно. Узнать результат теста можно за 5-10 секунд на основе образца слюны, которая смешивается со специальным раствором. По словам ученых, если результат будет отрицательным, то это станет известно через 20 секунд. Разработчики уверяют, что эффективность устройства составляет 99%. Исследователи надеются получить разрешение от турецких властей на запуск массового производства тестов в ближайшие два месяца.